Друзья, всем привет! В рамках детального осмотра, услуги детального осмотра автомобиля сейчас поеду на столичное шоссе смотреть Mercedes 166 кузов. Я очень не люблю осматривать машины в автосалонах, потому что из многих автосалонов меня просто выгоняют, когда видят. К некоторым товарищам на площадку мне тоже вход воспрещен, но на Mercedes я еще не наследил-то и в принципе им по факту-то и скрывать-то нечего. Машина стоит практически 40 тысяч. Итак, имеем Mercedes, Mercedes 166 2014 года. Родной пробег у этой машины 92 тысячи километров, ну по крайней мере так заявлено. Интерес привлекает этого автомобиля то, что эта машина обслуживалась всегда только у официалов. Все сервисы обещают вот ее. Все покажут, все расскажут. В общем, была только на официалах, налево не ходила. Машин круче просто придумать нельзя. И плюс на нее там еще хотят дать какую-то гарантию. Ну посмотрим, какую гарантию они дадут после осмотра и вообще, что там будет. Пообщавшись с парнями с трейдина, я объяснил, что заказчик не находится где-то рядом и мне для него нужно снять видео. И к моему удивлению, они разрешили снимать все. Значит, весь автомобиль укрыт пленкой и, соответственно, показания у него будут плюс приблизительно 120 микрон. Вот для контроля показываю. Вот нормально, сколько должно быть. Ну и отнимаем, соответственно, приблизительно минус 120 микрон и понимаем, что машина вся как минимум в родном окрасе. Я уже предварительно ее так прошел, просмотрел, но для акта осмотра я всегда записываю показания. Здесь есть места, где нет пленки. Вот пленка заканчивается, вот контрольная точка 120, 130. Что касательно болтов, я не вижу дополнительной окраски, имеется в виду повторной. Так, по самой штуке, да, тут полка целая, заводской неокрас присутствует. Уплотнитель как-то очень легко снялся. На всякий случай, на всякий случай, я снимал все уплотнители. И по уплотнителям, под уплотнителем везде заводская точка. То есть подушки тоже на месте визуально. По электрическим блокам тоже показало, что никогда ничего не активировалось. Все ровно, все на месте. Ну, пневма чуть-чуть подвезнушена. У датчики положения кузова на месте. Каких-то серьезных вмешательств я не вижу. Ну, естественно, о том, что ржавый кузов слишком рано говорить, потому как слишком молод этот автомобиль. Так, здесь баллон тоже слегка подыгнушен. Так, это все классно. Сейчас надо попробовать у этих товарищей попросить снять защиту для того, чтобы... Скажите, а можно ключик я защиту сниму и потом повешу? Нельзя, да? Это смотровой подъемник. Сколько стоит заехать, чтобы ваши парни сняли и осмотреть мотор снизу? У нас по норме часа, то есть я затрудняюсь сейчас. Плюс-минус. Ну, не хочу обманывать вас. Даже сложно не сказать, сколько я говорю. Окей, как узнать? Ну, я же так понимаю, выехать для осмотра на другое. Нужно оформлять наряд-заказ, открывать, то есть и заказывать перечень работ, которые вы желаете. Хорошо. Сейчас тогда закончим просто осмотр, и тогда можно будет узнать. Первый день закончился. Я условно посмотрел автомобиль. Почему условно? Потому что я его посмотрел поверхностно. А мне его еще надо посмотреть снизу. Я его опять-таки условно посмотрел снизу. Почему условно? Потому что мне не разрешили снять защиту. И также мне не разрешили не ихним оригинальным оборудованием читать электрические блоки автомобиля, ссылаясь на то, что я могу там что-то подключиться и напортачить. Поэтому мы принимаем решение ехать смотреть на следующий день. И электрические блоки мне выпишут мастера, на какое время мне нужно, за которое я буду платить. Точно так же мне снимут защиту, мне покажут все места, которые я хочу видеть, которые мне важно видеть. Потому как я знаю детские болячки этого автомобиля. И будем завтра их рассматривать. Что касательно осмотра этого автомобиля, везде, где можно было, вот мы на фирменном блоке парни предоставили на столичном шоссе эту штуку. И вообще нигде ничего. Все совпадает. Даже после замены блока самого компрессора по пробегу и часам приблизительно все совпадает. После замены блока оно 105 часов прошло. Поэтому пока все чисто. Значит, коротко. По электрическим блокам вопросы здесь есть только по самой сканшине. Мои предположения, что здесь стоит дополнительная сигнализация. Либо стояла. Вот все ошибки, которые есть, они связаны именно... Ну, есть у меня подозрение, что здесь либо стояла, либо стоит такая вот сигнализация. Так, в принципе, кондиционер здесь работает исправно. Скоро сдохнет здесь гелевый аккумулятор, что, в принципе, удовольствие не очень дешевое. Там тысяч, наверное, 12 гривен. Здесь их два аккумулятора, один маленький. Ну, с ним практически всегда все в порядке. Были вопросы у меня по жесткому диску. К навигационной системе. После запуска двигателя ошибки нет, ошибка пропадает. Возможно, это глюк какой-то. Возможно, это связано именно с просевшим аккумулятором. Аккумулятору здесь реально жопа, потому что в момент запуска двигателя тухнет здесь все. Но он запускается. Так, что еще? По SRS прошлись. Здесь в этой модельном ряде Мерседеса уже нет тех плюшек, где можно было посмотреть раньше пробеги. Здесь это все закрыто. Наглухо под семью замками, но имея SRS-ные коды доступа на официальном СТО, мы залезли везде, где можно было. И, в общем, пробеги здесь не фиксируются. Это я к тому, что если его скрутить грамотно, то никто ничего не увидит. Здесь, кстати, даже нашли потерянный сервисный интервал, которого нет на официальной станции, на между 38 тысячами и 65. Нашли еще один сервисный интервал, 51 тысяча километров, приблизительно на том пробеге, как и говорил предыдущий хозяин этого автомобиля. Мы ему вчера звонили, он рассказал, когда это было, что это было здесь, но этого никто не зафиксировал. Я предполагаю, что это ввиду того, что ранее это все было на бумагах, в принципе, и сейчас на некоторых машинах тоже. То есть делается приблизительно вот такая пачка бумаг, потом она несется к менеджеру-приемщику, и он это все вручную забивает. Сейчас нынешние автомобили, они уже более современные, что ли. Там уже все автоматически. А так, возможно, из-за этого. То есть сервисный пробег нашел. Все ответы на вопросы, которые у меня были, я пока нашел. Единственное осталось, сейчас ищем, кто нам сможет поднять автомобиль и снять защиту двигателя. Так вам хватит? Да, конечно. 21 век на дворе. Так, тут сухо, классно, комфортно. Что я хочу сказать, пока свежо в памяти, про СТО Мерседес. Ну, в общем, благодаря всего лишь нескольким парням, которые, ну, можно сказать, нивелировали до исхождения проблемы на нет, то сам персонал Мерседеса, честно говоря, оставляет желать лучшего. Ну, вот, особая благодарность Евгению. Я даже написал в книжке отзывов и предложений о том, что вот, особенно мастер-приемщик зовут его, дай бог памяти, Сергей, то реально, в общем, мировой мужик. А вообще персонал, мастера-приемщики такие. Все как везде, никто ничего не дадим. Простые, угловатые, ну, не быдловатые. Все-таки Мерседес и все-таки дорогие машины. Залез автомобиль, потому как возле трассы очень шумно и не уверен, что было нормально по звуку. Значит, мои слова относительно Мерседеса и станции. Ранее у меня был опыт, но не настолько официозно, чтобы получить вот столько документов, целую пачку тех моментов, которые мне были интересны по автомобилю. Значит, есть здесь люди, которые действительно находятся на своем месте. Тройдыновские парни, вот особенно Евгений, вообще мировой парень. Вот реально парень, который находится на своем месте. Он может нивелировать большое количество вопросов. Мастера, непосредственно исполнители тоже такие классные парни. Реально грамотные, много знающие. Теперь о плохом. Встречают девчонки с идеально ошлифованной улыбкой. Все приятно, все дорого, богато. Как сталкиваешься с сервисом, это жопа. Я объясню ситуацию. Было оговорено, что я в свой выходной день приеду дополнительно на Мерседес и мне покажут все, что я хочу. Правда, за оплату я с этим готов. Но ихним оригинальным инструментом для подключения автомобиля, для подключения к автомобилю, к коммуникации. У меня были вопросы по скан-шины. Откуда они возникли, я сейчас об этом расскажу. Было оговорено, предыдущий день, весь список работ, которые меня интересуют. Все класс, все замечательно. Я попросил, ребят, давайте я просто сфотографирую монитор со всеми ошибками и говорит, слушай, не надо фотографировать, мы тебе распечатаем и отдадим. Все было классно до момента оплаты. Оплачено, отдаю чек об оплате и все, и забираю всю документацию. На вопрос, слушай, друг, мне это нужно. Я для этого приехал, я это оговорил с вашим руководством и все. Включает вот такие вот рога. Я ничего не дам. Это, не, я его понимаю. Есть закон о сбережении конфиденциальной информации и все остальное, но я это оговаривал и я говорил, что мне это нужно. Хотите не предоставлять информацию, зачеркните ВИН-код, вырежьте, что хотите, то и делайте. Дайте мне те данные, за которыми я приехал, для того, чтобы я его смог привязать к акту-осмотру и выдать заказчику, так как у меня есть это прописано в обязательствах. Нет нифига. Ну, в общем, чтобы было понимание, я потратил на общение с мастером-приемщиком, если можно его так назвать, больше времени, нежели мы проводили тест, сам вот этот, считывание электронных блоков. А ожидание заняло практически час. То есть мы договорились на 10 утра, я опоздал на 3 минуты, потому что Киев сегодня весь плывет, и левый берег, ну, реально, я плыл по лужам. Кстати, могу вставить видосик. Ремонт дорог. Стоят чуваки, чего-то ремонтируют. Просто утонули. Блин, красота. Вот это вот... Ой, ё-моё, Жигуль утонул. Ладно, обойдём его с правой стороны. Чувак, куда ты поплыл? Да, это просто жопа. Хорошо иметь высокий дорожный просвет. Так вот, я приехал сюда в 10 часов, можно сказать, практически без опоздания. Машина была загнана в бокс для осмотра через 57 минут. То есть 57 минут понадобилось товарищам открыть заказный ряд, поднять свою жопу, объехать вокруг и заехать в саму ремзону. Парни-мастера справляются со своей работой, ну, очень классно. Как бджёлки майи там. Ну, реально, любо-дорого посмотреть на то, как работают профессионалы. Мне есть чем сравнивать, у меня большой опыт. Но так как это оформляется, вот эта вот бюрократия, подписывание кучи бумаги, это просто кошмар. Имеем Mercedes 166 кузов с пробегом 94 тысячи километров. И я считаю, что это её родной пробег, потому что вообще по истории эта машина, она всё время обслуживалась с первых дней только на официале. Мне, кстати, ну вот все электрические блоки я забрал, а вот карту сервисных пробегов эти товарищи мне так, в принципе, не отдали. Непосредственно по автомобилю. У меня были вопросы по ошибкам по скан-шине. Скан-шина это такая штука, это жгут проводов, при помощи которых общаются все электрические блоки в автомобиле между собой. Я допустил, что ошибки по сканам, они связаны в основном с тем, что ставят какую-то сигнализацию, ну, по принципу призраков каких-то или ещё чего-то. Когда призрак это такая сигнализация, которая есть в середине антенны, ставится такой маленький брелочек и можно его вложить в кошелёк, не знаю, там, в карман, куда-нибудь. То есть пока эта метка есть в автомобиле, она будет общаться между блоками, всё нормально. Как, ну, допустим, моделируем ситуацию, останавливают человека на светофоре, выкидывают его нафиг с машины, садятся, уезжают. Через некоторое время, когда сигнализация поймёт, что метки нет, всё блокируется в автомобиле, потому как разрывается скан шина и общение между электрическими блоками прекращается, и, соответственно, машина просто стаёт обычным кирпичом, обычным камнем, с красивыми приборками, лампочками. То есть по всем данным машина якобы работает, а по факту прерывается связь между электронным блоком управления, между коммуникацией с коробкой. В общем, то, что приводит автомобиль в движение, оно просто останавливается. Соответственно, когда пытаются запустить двигатель, а эта сигнализация ещё не сработала, вот тут вот возникают моменты, разрыв вот этой сканшивы и множественные ошибки, которые возникают. Я не буду рассказывать, какая дополнительная сигнализация стоит в этом машине, но та штука, которая стоит, это просто гениальная. Ну, она вообще настолько классная. Ребята, я не могу об этом рассказывать, по крайней мере, пока этот автомобиль, он есть в том формате, какой он есть. Возможно, это будет отдельный выпуск про фишки того, как ухитряются дополнительно обезопасить свой автомобиль, но пока я это оставлю в секрете, потому как, ну, всё гениальное просто, а это очень просто. У автомобиля Mercedes 164 с вот этим вот мощным двигателем дизельным, шестицилиндровым, есть одно такое слабенькое место. Это теплообменник. Теплообменник вообще-то это же 632, здесь он посередине. Ну, левоеобразный, так он получается посередине, внутри. Ага. Ну, если он течёт, он обычно здесь вот всё мокрое, он течёт из той, из той стороны, там есть выходы. Ну, да, такое впечатление создаётся, как будто мотору пришёл полный алис, хотя на самом деле цена вопроса в районе тысячи долларов на официальном сервисе. Да, там прокладки и всё. Так, ну, здесь такого нету. Так, контрольные точки А здесь присутствуют. В принципе, у меня всё. Я думаю, можно собирать обратно. Находится он там сверху между головами и вот он, когда начинает течь, то сзади мотор весь в масле. Такое впечатление, что его блондинка поливала, вот так как масло по надвигательной сковородке. То есть течёт оно всё. На самом деле проблема, она решаемая. Запчасти есть, он просто переуплотняется. Я не нашёл здесь больших недостатков. Здесь есть стандартная плюшка. Камера заднего хода, там есть крышечка такая. Когда-то набивается грязью или же, особенно в зимний период времени, они вообще ломаются. Ну, благо, они стоят недорого, но тем не менее. Такая проблема есть. Крышечка, которая открывает камеру, чтобы она не была загрязнена. То есть открывается крышка, камера чистая. Закрывается крышка, грязная крышка. Так вот, когда на крышку налипает грязь, эта крышка, она не до конца отходит, не до конца открывается, и сразу же по этой крышечке вылазит ошибка. Ну, компьютер видит. Время открывания механизма нарушено, соответственно, хелп, помощь. Не знаю, все поломано, надо обратить внимание. Из несоответствия комплектации этого автомобиля, то, что заявлено заводом-производителем, и то, что есть сейчас, это то, что в машину втулили другие, более дешевые диски. Там такие классные были, пятилучевые, и эти лучи расходился на два. В общем, фирменные мерседесовские диски сейчас там тоже стоят фирменные мерседесовские диски, но уже другие, более дешевые. Вопросов к этому автомобилю у меня нет. Я могу рекомендовать этот автомобиль к покупке. Сервис классный, сервис интересный, все дорого, но это мерседес. Вот так закончилась очередная история. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok